Меню буфера обмена сервера. В этом уроке мы рассмотрим копирование и вставку при помощи меню буфера обмена сервера. При копировании с его помощью выбранная информация сохраняется и связывается с используемым аккаунтом Google. Другими словами, можно скопировать несколько выделенных областей и впоследствии выбрать ту, которую нужно вставить. Кроме того, содержание, скопированное на одном компьютере, можно вставить на другой. Скопируйте выделенную область с помощью меню буфера обмена сервера. Для этого выделите необходимое содержание. Откройте на панели инструментов документа меню буфер обмена сервера. Затем нажмите «Копировать выбранные данные в буфер обмена сервера». Поместите указатель мыши в место, куда требуется вставить скопированный фрагмент. В документе, в который требуется вставить данные, нажмите на меню буфера обмена сервера. Появится скопированный фрагмент. Теперь расскажем немного о способе хранения и защиты содержания буфера обмена сервера. Доступ к содержанию буфера обмена сервера можно получить только с помощью того аккаунта Google, который использовался для копирования. Содержание буфера обмена хранится на серверах Google в течение 30 дней с момента последнего действия. Даже если документ удален, любое его содержание, скопированное в буфер обмена, хранится на серверах Google в течение этого периода.